Привет, бьюти! Мне сегодня немного сложно улыбаться, как видите, я слегка обгорела. Шучу. Сегодня у меня для вас очередной хэллоуинский макияж. Не такой милый, как в прошлый раз. Если вы не видели, проверьте. Чуть более страшный, но все равно забавный. Не знаю, я не могу сказать, что это прям страшный макияж. Кстати, весь грим я буду делать из подручных средств, то есть никаких сложно находимых примочек для грима, вроде воска для лица или театральной крови. Только то, что наверняка можно найти в косметичке. Итак, выбираем сторону лица для нормального макияжа и начнем с него. Тут я особо не буду вдаваться в подробности, ибо это может быть просто ваш повседневный макияж, как это сделала я. Для меня это тон, консилер, контур, немного нюдовых матовых теней, стрелочки также из теней, ну и, конечно же, тушь, хайлайтер, румяна и немного помады на губы. В общем, на этой стороне лица вы можете сделать абсолютно любой макияж, и мне кажется, чем более женственно он будет, тем прикольнее будет выглядеть в итоге общий результат. Ну а теперь к самому интересному. Начнем делать нашу обгоревшую пламину лица. Для этого я использую клей для накладных ресниц и обычные косметические салфетки, слои которых я заранее отделила друг от друга. Наносим клей на нужный участок лица и приклеиваем тонкие листики салфеток. Главное делать это небольшими участками для того, чтобы клей не успел высохнуть до того, как вы приклеите салфетку. Тут принцип такой же, как в FAPIEMACHE, только результат будет более пластичным и мягким, из-за того, что это клей для ресниц, а не ПВА. Так что не пугайтесь, в маске вы легко сможете смеяться, улыбаться и делать прочие всякие движения лицом. И не бойтесь за лицо, клей щадящий глаза, так что не страшно для кожи. После того, как мы наклеили достаточное количество салфеток на лицо, можно перейти к созданию объема. Я это делала с помощью ватных дисков. Я просто наклеила их на те места, где у нас максимально выступающая кость. То есть просто сделала ватой скулой, немного челюсти и надбровную дугу. После того, как наша маска высохла, можно переходить к ее раскрашиванию. А то сейчас это выглядит как пена для бритья или что-то вроде того. На границу маски и кожи я нанесла немного тонального средства, для того, чтобы в случае, если я не закрашу эти места, они не сильно выделялись и сливались с моим тоном лица. Ну и плюс, благодаря этому переход будет более плавный и нерваный. Глаз, который мы не заклеиваем понятным причинам, для начала закрашиваем красной помадой, либо тенями, у меня красных-синих нету, так что я пошла с помадой. Не пугайтесь, что это сразу не выглядит максимально эффектно, мы будем добавлять этот цвет по мере макияжа, так что все будет в ажуре. Для того, чтобы сделать маску кровавого цвета, я взяла два красных оттенка жидкой помадой, один бордовый, темный и один алый. Опытным же путем я выяснила, что намного удобнее будет, если нанести помаду на кисть и уже ей красить лицо, чем если нанести ей помаду на лицо и уже растушевывать это кистью. И сразу отвечу на интересующий вас вопрос, с кистями все в порядке, я их помыла, помада легко отмылась, так что вы их не испортите, можете дальше спокойно использовать, как использовали. В общем, для примера советую вам посмотреть всякие вот эти картинки из учебников биологии, где показаны, как у нас располагаются мышцы на лице. Ну или на крайняк можете вспомнить, как выглядел персонаж Красный Череп из комбинса Хеллбой. Примерно это нам нужно получить. Дальше для того, чтобы продолжить работу с объемом, нам понадобятся черные кремовые тени. Для того, чтобы сделать их более мягкими, податливыми, смешиваем с каким-нибудь маслом, например, я смешивала с кокосовым, и наносим самые глубокие части нашей маски, то есть, например, под кость, под свисающие куски кожи и так далее. Ну и, конечно же, не забываем про то, чтобы валить скулы. Хоть у нас страшное обгоревшее лицо, нам все равно нужны красивые скулы. О, и, конечно же, не забывайте закрасить уши и шею. Шею даже можно загримировать, чтобы было максимально эффектно. Ну и последний шаг. Нам нужно добавить немного влажности на наше обожженное мясо, чтобы якобы кровь стекала по лицу. Это мы будем делать с помощью той же помады, которую использовали до этого, и плюс кокосовое масло. Ну или любое другое масло, просто я использую кокосовое. Смешиваем ингредиенты. Чем больше масла вы добавите, тем более жидкой будет ваша кровь. И наносим на лицо в произвольном порядке. Я решила, что на лице должна быть кровь обоих оттенков, артериальная и венозная, так что для светлой я смешала помаду, которую я уже использовала, а для темной я пожертвовала помаду, которая у меня потемнее была. Зато вот с ней вышла лучше всего, так что не зря пожертвовала. Остатки нашей самодельной крови я нанесла на шею, для того, чтобы, ну, чуть-чуть больше загримировать ее, потому что я вообще про нее забыла. И на этом наш грим готов. Ура! О, и если у вас длинные волосы, я советую вам хорошенечко прилипить к голове волосы с той стороны, где у вас якобы обгоревшее лицо. Ну, мол, там волосы тоже сгорели. В общем, это будет выглядеть намного эффектнее. Так что не забудьте. Ну и на этом, собственно, все на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, поддержите меня лайком. Мне будет очень приятно. И, конечно, если будете делать такой образ, обязательно отметьте меня в Инстаграме. Ссылку можете найти внизу в комментариях. Я всегда оставляю. Я очень хочу увидеть, если кто-нибудь из вас сделает то же самое. По-моему, это очень классный грим. Мне очень понравилось этого делать. Так что, надеюсь, вы разделите со мной эту радость. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться, для того, чтобы не пропустить еще больше хэллоуинности. И тогда мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok